Кодирование информации Второе. Ознакомиться с многообразием окружающих человека кодов, ролью кодирования информации в жизни человека. Третье. Сформировать представление о способах кодирования информации, закрепить умение кодировать информацию. Какие вопросы мы рассмотрим сегодня с вами? Что такое кодирование? Что такое код, разнообразие кодов? Способы кодирования информации? Для чего кодируют информацию? Причины, от которых зависит способ кодирования информации? Из чего складывается информационный объем текста? Рассмотрим формулу расчета текста. Далее сделаем вывод и рассмотрим источник для данной темы. Итак, рассмотрим первое понятие. Что такое кодирование? Кодирование — это преобразование входной информации в форму, воспринимаемую компьютером. Декодирование — это преобразование двоичного кода в форму, понятную человеку. Следующий термин — код. Это система знаков или информации, которая записана с учетом определенных требований или правил. Разнообразие кодов можно представить код следующим образом. В виде латинских букв, в виде десяточечных цифр, математические символики, азбуки Морзе, набора знаков международного телеграфного кода, всевозможные штрих-коды, двоичное кодирование информации в компьютере. Обратите внимание на следующий слайд. Информация, информация, вы знаете, это сведение об окружающем нас мире. Информацию можно представить в виде сигналов, в виде символов и также в виде пиктограммы. В следующем слайде представлена информация закодированная, которую мы встречаем в повседневной жизни. То есть это знаки на дорогах, кодирование музыки в виде нот, кодирование погоды, кодирование местности в виде карты. Штрих-коды, каждая цифра имеет свое обозначение. Хочется задать вопрос, для чего кодируют информацию. Информацию кодируют, чтобы скрыть ее от других, далее, чтобы записать информацию короче, либо, чтобы ее удобнее было обрабатывать или передавать. Причины, от которых зависит способ кодирования информации. Носитель информации, окружающая обстановка, кто или что является источником и преемником информации. Рассмотрим формулу расчета текста. Информационный вес алфавита равен произведению количества информации в тексте на информационный вес символа алфавита, где 1 байт равен 8 битам. Из чего же складывается информационный объем текста? Информационный объем текста складывается из информационных весов всех составляющих текст символов. Приведем пример. Рассмотрим данное выражение. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Значит, в данном высказывании имеется 43 символа, включая пробелы и знаки припинания. 43 умножаем на 1 байт, получаем 43 байта. Для контроля и закрепления данной темы предлагаю вам решить следующие задачи. Ответы даны под задачами. Итак, сделаем вывод сегодняшнего урока. Символы на экране вашего компьютера формируются на основе двух вещей. Наборов векторных форм, всевозможных символов и кода. Для более подробного изучения данной темы предлагаю пойти по ссылкам и ознакомиться с данным материалом. Спасибо за внимание. До свидания.